Собрались Теренас А это может быть очень напряженная серия Играют они так же пока что до двух побед Напомню, это вторая группа, второй групповой стадии Спасибо, Онпенхеймер, за За поддержку я очень рад Предвкушаю вот эти вот игры вместе с вами Посмотреть и откомментировать Потому что такие игроки И Император, конечно же, еще Три Корейца и Император Нет, такого фильма я точно не видел Но будет интересно Так, бараки ставятся рядом с лагерем наемников Так, против 3-0 против Лолайт на V-League И Корея против Китай За кого топим тут? Не принципиальный Я думаю, что будем просто смотреть по... Да, ну Майнгейм, как обычно, короче. Да. Классика, классика. Сколько лет прошло? А все... Давайте я чуть потише сделаю комментаторов, а потом начинаю опять их слушать. В эльфийском зеркальном мучапе есть определенная практика. История и практика по играм большое количество. И есть более-менее проверенные вещи, ну такие, как один герой более эффективен, чем другой в определенных ситуациях. В частности, Демон Хантер, например, хорошо работает против героев, завязанных на ману. Интовых героев, там, странджовых героев, неважно. В эльфийском мучапе часто появлялись в разное время. Такие герои, как... Ну, ладно, давайте с Кипера начнем. Панда. Потому что она контрила по тму. Например, когда, например, играешь ты в Масхантрес, на Масхантрес. Один берет по тму, другой берет панду. Панда, конечно, ушатывает. Дима, с другой стороны, эту панду нейтрализует. Если вы угадаете с правильным героем, так второй барак здесь, то будет хорошо. И здесь была очередная попытка одного обмануть другого. И, ну, короче, Ла Лайт взял Диму для того, чтобы предвосхитить козла. И, соответственно, высасывать у него ману, там, прикопка, бла-бла-бла-бла-бла. А Патма, которая, кстати, проигрывает козлу, между прочим, была взята для того, чтобы, если он возьмет Диму, то будет все хорошо. Так и получилось. То есть, короче, Мун по выбору героя впереди. Все просто. Скролл за бист. А там большой бутылек маны. Вот тот самый бутылек маны, которому так радуемся мы, ну, практически всегда, если он выпадает, Патме, ну, совсем не нужен. Если ты не будешь играть, ну, не возьмешь какого-нибудь второго героя, там, в лейте, а Патма такой герой, который не подразумевает, что кто-то будет в ближайшее время еще. Ну, если там Т2, то... Ох, перекупил кто? Нет, Лолайт же купил. Двух троллей купил Лолайт. Да, но очень дорого это. Патма, соответственно, видите, стрелкой пытается отрезать пристах. В общем, почему не добил? Добил жреца лесных троллей. Перегруппировывается. Да, тут Т2. Вопрос возникает. Что, почему мы будем делать? Маскоты из двух бараков? Окно возможностей тоже не очень... Короче, смысл в том, что Мун либо сейчас будет... будет ставить эксп... и делать догоняющий Т2... ну, делать... делать тир, соответственно, после этого. Сори, я еще не проснулся. Либо он должен идти в атаку. Но когда враг перекупил двух троллей, идти в атаку, это почти суицид. То есть он продавить не сможет. Ему необходимо, видимо... Да, он будет ставить эксп, используя то, что его не продавят, по крайней мере, до появления... да, наверное, даже до появления медведей. И выходить в Т2. Да, ставить... Это, кстати, стратегия тоже, блин. Вспомнить какой-нибудь 2008 год, тот же самый уже Теренас, который есть. Я периодически вспоминал эту страту, как иллюстрацию того, каким образом можно более ранним экспандом, если ты знаешь, что человек делает третий тир, законтрить его менее технологичными юнитами, но более массой, ну, за счет числа взять. Скорее всего, здесь будет соло-патма от Муна и две лорницы. Здесь будет... Да, ну что вы удивляетесь? Блин, так играли, так играли, и, видимо, так еще какое-то время будут играть. Там, соответственно, выход в медведей, потому что, повторюсь, с мишками тут, наверное, самая ближайшая агрессия, которой можно, ну, эффективно посражаться. А там, скорее всего, уже заказан Т2. Так. И там будет, соответственно... Да что, no sign of expansion. Блин, вы серьезно? Да, там Т2. А я еще не понимаю, что происходит. Блин. Ладно, приятно. Приятно, что у нас... У нас ситуация неплохая с... Обнадеживает. Короче, это будет соло-патма. Хотя не факт. Может быть, он возьмет какого-нибудь героя ситуативного для того, чтобы отбиться от атаки. Может быть, даже нага какая-нибудь. Вот. Здесь Т2 наполовинку. Две лорницы. И тайминг будет следующий. Где-то 45-40... Ну, короче, до 50-ти уже будет выдвигаться Лолайт с первыми медведями. С Димкой и Сорбой в Соленово. И... А у Муна будет где-то под лимит 60 дряд. Вот этот момент... Что? А Лолайт, кажется, не понимает вообще, что происходит. Что очень странно. Не, может быть, может быть, Мун уже так делал. Выкупает... Сейчас посмотрим от первого лица еще. Да, от Муна. Мун заходит, смотрит Т2. Готовится уже. Две лорницы делал. Двух виспов готовит. Смотрите. Заходит, видит протектор. Удивляется. Он даже... Он тыкнул на протектор такой, что... Блин, флейта выпадает, ненужный артефакт. И вот лорница. Смотрите, внезапно. Раз, внезапно два. Все, пронумеровал, точку сбора поставил. Все. И задача Муна только, только, как и, блин, 10 лет назад, пережить первую атаку. Все. У него есть Патма с второй аурой. У него есть армия, которая может кайтить. И есть противник, который будет лезть. Он, скорее всего, не будет никакого экспанда у Лалайта. Только от безвыходности. Куда качество делается? Ну, это от первого лица показывает. Все, сейчас качество вернулось. Вот. И мишки. Сейчас мы берем арбу и идем в атаку. Все, продаем иллюзии там или что? Нам не нужно. Арбу. Продал кольцо. Ну да, иллюзии на медведя могут пригодиться. Все. В идеале, конечно, третью ауру бы получить. Контролит Мун. Базу. Шикарно. Просто классика. Ну и смотрим. Не успевает, блин, Мун потратить пока деньги, потому что лорницы только-только-только доделываются. Еще нужен Мун ВЛ под 60. Почему-то у Муна он еще не достроился. 44 лимита зафиксировали, да? 43-44. Уже идет в атаку. Лалай. Три тролля. Вот это очень опасно. Медведи впереди, тролли хорошие ДПС дают. Вот, 60 лимита подстроил, типа, под 60. Мун, но не успел, блин, отстроить козочек. Только-только начал делать первых дриад. Ага, там дроп в дирижабле нам не показывают. Сейчас на нычке будет. Лалай. Опасный момент. Тайминг шикарный. Протектор не успевает доделаться. Мун, нет! Шикарный тайминг. И не успел Мун подлечиться. Что? Протектор не отменяется. Но очень много дамага наносит. Свид о кличении. Нет, тут отвратительная ситуация для Муна. Хотя барак есть. И... Нет, дриад, понимаете? Тайминг настолько классный у Лалайта, что просто не успел подготовить. И еще протектор минус. Короче, пффф. Лалайт справился. Лалайт справился. Да, и соло демон еще под шестой готовится. Ну, потому что ему бонус еще 20% из-за... Все, это ГГ для Муна. Класс. Вот обычная стандартная, ну, даже не стандартная тема. Взял дирижабль и обошел всю вот эту вот линию обороны. Если бы он пошел пешкарусом через мостик, то там был бы и протектор. И, возможно, чуть раньше были бы... Свиток отличный, но пытается заблочить Мун, но тут не получится уже ничего сделать. Все, миссия... Можно здесь даже не сражаться. Можно здесь даже не сражаться. Лалайта. Но у него есть живые медведи. Он Димкой, может, инвул купит? Да, покупает инвул. Дирижаблем пытается контролить, но дирижабль пал. Патма пятая. А Димка-то шестой. Охренеть. Ге-ге. Просто. С ума сойти. Один. Один. Блин, просто дирижабль. И все. Все шло по плану Муна до этого дропа. И еще важный момент, что Лалайта все-таки не взял второго героя, который в такой ситуации, видите, и замедляет вам тег и отъедает экспо у Димки. Не просто отъедает экспо у Димки, которого тебе важно до шестого докачать, потому что все меняется, когда Дима получает шестой. Так еще и убирает этот бонус 10-20% по Т2, по Т3. А потом спрашивают, почему на Муну не надо ставить. Ну, слушай, здесь все было ровненько, ну, прям ровненько-ровненько. За исключением вот этого дропа. Возможно, Муну надо было чуть-чуть пораньше делать Т2. Потому что, видите, дряд у него к этому моменту было... не было. То есть они делались, но... все. А так, да, со стороны кажется, что игра просто однокалиточная. То есть пришел, убил без шансов. Плей-офф какого числа? Завтра. Плей-офф. Турнир закончится на этой неделе. Все, сегодня, завтра. Такая концентрация будет в эти дни Варкрафта высокоуровневого. Сейчас решится, кто будет соперником Хэппи? Нет, нет, нет. Хэппи еще нужно с фокусом сыграть. Ну, как бы да. В любом случае, какой бы там ни был результат, сейчас определится, кто с ним будет играть. Естественно. Один, что Драйд реально, реально, сучит от, это килинг buildings. Возьмите это то, может быть? Может быть, это было. Также, Драйд takes up один spot в зепплин, и он был полностью loaded с всеми дамажем, с всеми дамажем. Барр, Демон, и Берзеркер. И, когда он ловит, он был 4.5. Это может быть на 4.5-6 я никогда не видел. Да, это было даже минуту, я не знаю. Это было невероятно. И это Хантрысов для вас. Они хороши в мид-гаме, около 40% они хороши, но против Тер-3 они ужасны. Вы должны получить трансляцию быстрее. Вы считаете, что это было интенсионно, что он уничтожил так много уничтожил и ждал его 5-5 и потом убил все. Уничтожил так много уничтожил и, когда он был 6-6, он убил все. И, что он был 6-6. И, что уничтожил Уничтожил не возможность уничтожить от этого оборудования. Да, Ой. Ладно. Я особо не переживаю за Муном. По крайней мере, мне гораздо интереснее будет посмотреть на игры, естественно, Императора следующей. Но вот эта игра... Сложилось впечатление, что реально был план, который просто развалился из-за тайминга. Из-за тайминга, из-за дирижабля. Представляете, насколько проще было бы, если бы Медведи шли через мост. Это было бы медленнее, протектор был бы здоров, впереди был бы барак. Но опять же, тайминг упустил Муном. Тайминг он упустил. Как время сэкономить? Ну, разводить, но разводить сложно. С дирижаблем, опять же, там протектор, он заходил. Смотрел, да и особо не поразводишь такой армии. Смотрел. 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 Ладно, посмотрим, что сейчас по героям будет. Ван Гуя, что хотя бы один из них в кипера ударится. Поехали. Шаркатак, привет. Выдыхает Ла Лайт. Мун кажется собранным, немножко, немножко расстроенным, что неудивительно. Ла Лайт с легкой улыбкой на лице строит тоже барак. Собираются крепить разные, кстати, точки. Ла Лайт на зелененькую, Мун на желтенькую. Добрый вечер, говорит Громила. Вечер. Здрасте. Ты понимаешь, корейский. Так, козел здесь у Муна. Демон Хантер. Вот так вот. Ла Лайт решил остаться на слепом, на слепом герое. Вот, псы, да-да-да, отличная картинка. Давайте я покажу все-таки ее на стриме, так если кто пропустил. Смотрите. Император великодушный, ему улыбается. Наверное, я не знаю, как он их примеряет. Может, думает, что эта картинка неплохо будет смотреться на... где-нибудь у него на... на заставочке по результатам турнира, или в комнате повесить в рамочку. Заготовка под мемы. Там, да-да-да, тут такой простор для творчества, вы просто посмотрите. Просто, ну ладно, не будем отвлекаться. Над камином. Да-да-да, повесит эти головы три, корейские. Не стоит, конечно, раньше времени. Вот на этот раз банка большая маны выпадает козлой, и, конечно, это значительно лучше, чем когда выпадала по тме. Ну, реально, у нее мана тратится только на стрелку, и она, в отличие от... Ну, не может быстро ману потратить с пользой. Вызвать сову и сразу расстрелять еще... Это нереально. Вспомните, например, как Маунтон Кинг или как Варденка ману выстреливают. Просто с каким эффектом? Подвинь чатик, что там? Напрягает прокрутка. Готово. Добрый вечер, громила. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А почему... Я пропустил момент. Вообще можно было здесь... Кажется, маны не было на прикопку. Даже до момента Берна у нее не должно было хватать маны. Какой смысл Димку брать против кипера? Ману сосет, танкует хорошо. Ну, понятно, что в определенных ситуациях Дима даже не подойдет к козлу. Но опять же, это вопрос инвулов, например, или позиции хорошей. То есть сражаться тем же самым козликом против Димки вполне-вполне можно, учитывая то, что прикопка. Но прикопка уже поменьше на героев действует. Вот когда только патч вышел с новым козлом, там, конечно, было тяжело. На пятом уровне же герой 5 секунд стоял, если я правильно помню. Не только Димми, там, Блэкмастер офигевал от такого баланса. Сент-Ревард. Я хочу, на самом деле, чтобы было 1-1, потому что слишком быстро закончилась предыдущая игра. Не дают... Времени слишком мало, чтобы показать борьбу, чтобы проявить... Чтобы игроки могли проявить себя, так скажем. В смысле, какие вчера с Чаймика игры были у Сока отличные. Просто он такие... Ух! Так, тут нычка будет. Второй герой кто? Вообще, соло-герой здесь вроде как не... не подходит вообще. То есть, скорее всего, будет какой-нибудь стандартный алхимик. Алхимик? Нага, не знаю. Так, заходит сейчас разведочка. Смотрим. А что за тайминг Хантерс Холл опять у нас? Вы видели, да? Ну, если вы играли за эльфов, вы знаете, что... С одного барака, если вы стандартно тэчитесь, то... Даже если ставить базу... В любом случае... У вас есть в любой момент времени... Вот теперь очень силы равны. Отлично, Виоби. Да, классно. Так, 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 так. Ну, заблочь. А-а-а, там еще панда идет. Возможно, хватит дамага для того, чтобы... Да, сбить базу. А что там по... Может, пропить и прикопать? Если прикопать Диму? Если бы он дважды прикопал Диму, мог и... Ой, минус Арча, как же унижает. Димка пропил большой бутылек жизни. Тайминг очень хороший у Ла-Ла. Это прям... Ой, Арчи падает у Муна. У Муна что-то все плохо. Уже очень плохо. Да, Нагу берет еще Мун. Потому что чувствует, видимо, что надо... Надо прямо здесь сейчас что-то придумывать. Ну, диспл, ну, диспл, ну, диспл. Прикапывает... Прикапывает Панду. Я не понял, почему он не диспллинул двух героев. Там и Панда была с Маной, и Димка был с Пандой. В смысле, с Маной. Добил. Динт ворк? Серьезно? Мне показалось, что прям четко добил, Димка. Да, самое обидное для Муна, что опять стайминги у нас. Стайминги, отмененный экспант. Это... Это плохо. Это очень плохо. Там уже первые дрядки, но выход также идет в Т3, и, соответственно, Медведень. Ну, вот Димка сейчас на хвосте. Причем он в перспективе угрожает и Наге, и Козлу. Там у всех всегда есть Мана. Ну, почти всегда окей. Дрядки скоро начнут контрить козла. То есть тут в перспективе у тебя, кроме экспанда, нет преимуществ никаких. По теку ты проигрываешь. Косячит, косячит Мун. Ну... Он мог прикопать. Он мог прикопать. Ну, зачем он подпускал Димку так близко? Дриада на дриаду Там умерла, правда, одна арча Но... Еще минус арчерка Нет, сейчас вот, кстати, довольно много теряет лалает На вот этой попытке догнать Классно, да, классно Спасибо, русификатор Счастливый на тройку, на удачу нашему императору О, это может быть минус тп Там же нет стафа Ой, там, правда, Реджуф уже Тут же диспл Еще один Ну, а, там нет маны у... У дриадки, видимо, у ближней Как же блочит, прекрасно Еще Реджуф и Аболиш Да А вот это уже очень плохо Зачем, зачем лалает, побежал медведями без... Во-первых, стафа нет Падает один медведь Вообще, Мун может расконтролить дриадками, здесь нельзя оставаться Успеет медведь уйти... Блин, я хотел уйти... Я не то имел в виду Вот это уже возврат Возврат, возврат в игру от Муна Вот, и у меня возникает вопрос Если... Если лалает, ну, скорее всего, он догадывался Если он догадывался, что будет та же самая тема с дриадами Зачем он вообще взял панду? Зачем? То есть, может быть, это было какое-то спонтанное решение? Потому что... Ну вот сейчас будет маскос И что будут делать дриадки? Ну, в смысле, что будет делать панда? Не ясно Лимит очень хороший 50 на 38 Да, да, тоже правильно, комментаторы Ну, там медведи такие Не это самое, не боевые были Могли только прикрыть риджиумом Формы-то не было, и все Главное сейчас покрепиться и еще там в магазине свиток закупить А, уже есть свиток, сори, я не увидел И все, и Мун будет в своей стихии У него так или иначе уже есть этот экспанд Уже готов он выходить из лимита 50 Не торопится О, под 70 делает лимит Хилинвард... Ох Ну, здесь, конечно, Лолайт сам Сам пан отдавал Очень агрессивно играл, сверх агрессивно И опять же, какая дальше перспектива у панды Вот что он с ней собирается делать? Там не будет, скорее всего, выхода в медведей Ну, по крайней мере, в ближайшее время По крайней мере, пока он не отобьет А, дропчик, дропчик, это хорошо Но Мун вроде как видит Да, купленный дирижабль А, он не воскрешает панду свою? Серьезно? Да, Лолайт мог уже сто раз восстановить панду Не стал этого делать Чтобы не отъедал экспу Он так пожалел, видимо, уже Ну, обычно, если ты, да, он не воскрешает героя Ну, как бы у него был лимит под панду Он достраивал там медведя, дриад Такое крайне редко бывает Потому что если уж ты взял второго героя Особенно если там у него какое-то количество экспы Тебе уже жалко его не воскрешать Плюс у него могут быть еще какие-то артефакты Не в данном случае, но вообще Дааааа Да ладно 30% бонусного экспы Я думал 10-20 10 Ну, нужно проверить Потому что, кажется, комментаторы Ну, у них другие данные Вопрос следующий Сколько бонусного опыта получает соло-герой В случае, если нет второго Сейчас он не получает, кстати Уже куплен второй герой Даже если он в алтаре То все равно эта тема не работает Я полагал, что 10 на Т2 И 20 на Т3 Но они утверждают, что 20 и 30 Павел Лайан пишет 15 плюс 25 На Т2 плюс 25 На Т3 25 15-30 кто-то еще пишет Странно Ладно, разбежались Время работает на Муна У него 80 лимита уже Но Коза очень быстро занимает лимит Пытается Матун Джайантами Лалает подконтрить это безобразие Выпадает Пайпа Да нет, не гуд Ну, Медведи да, но нет Смотрим Начинается сражение Мун подставляет Козочку Это очень странно Фокусит Медведей Хиленвард хороший стоит И к нему, главное, никак не пробраться Медведик красный Еще одна минус Дриадка Еще минус Медведь Да, вроде разваливается Лалает Его очень мало Ну, Мун недоконтраливает Дриад вообще Посмотрите, справа Дриадка Не алло Да каким макаром этот МГ может что-то сделать? Ну, что они придумывают-то? Дамага-то у него нет Он может только отвлекаться с нормальным лимитом Забейте А вот шестой Дима Это очень опасно Это очень опасно Ну, Мун недоконтраливает Он отдает Дриад Ладно, одно отконтролил Таунт Да ладно Сейчас шестой Дима может просто показать, как надо Недоконтраливает И наверху Свиток И шестой Дима Он думает, что может без этого отбиться Прикопка Ну, потому что все равно Муну отступать здесь Минус Мун Вэл Блин Помните, какой прекрасный контроль демонстрировал Мун со своими Дриадами на... Не помню, каком-то прошлом турнире Это его чуть ли не фирменный юнит. Ага, все. 15 и 30 процентов. 15 и 30 процентов. Да, против Фоги в финале. 15 и 30, прошу прощения, дезинформировал. 10 и 20. 15 и 30. Вот, и что сейчас делать? Он Кос унижает только в путь. Пытаться разводить, чтобы он использовал метаморф, а потом отступать. Метаморф в одном из патчей сделали так, что он действует меньше. Да, Мун пытается... Димка там в центре карты, кстати. Диспл, диспл. Уничтожает Мунвелл с Сапплай Блок 52 на 50. Так. Дима возвращается. Будет ли он делать... Ультовать телепорт. Так, и минус еще один Мунвелл. Нет, ситуация по-прежнему Муна хорошая. Он в своей стихии, просто потому что у него есть экспанд. И все, что ему сейчас нужно делать, это продолжать разводить. Продолжать разводить, ставить экспанды. Стараться и избегать сражения. По крайней мере, с Димкой под ультой. Потому что реально вот этот вот Супермен, он... Ну ему все равно надряд. Все равно. Урон входит не очень серьезный. У него там сплэш. Рейнджовая атака, его не покайтит никак. Ох. Ну у него два свитка есть. И пошла ульта. Смотрим, смотрим. Да, он бегал некоторое время. Инвулл пошел. Моноберн. Как же, какой же сплэш. Свитком. Контрит это безобразие все, Мун. Скоро отпустит Диму. Диму отпустило. У нее есть телепорт. И он вынужден его использовать. Две дриады всего лишь умерло. Да. Короче, начал сражаться, пока Маутен Джайанты были не рядом, к сожалению. Очень хороший фокус. И он еще какое-то время провел просто в беготне. Да. Ну все. Ну и, конечно же, козликам надо прикапывать издалека, не подпускать, чтобы не было монобернов. Короче, изи. Изи для Муна эта игра, к сожалению. Для Лайт, опять же. Но Демон Хантером... Вон, смотрите, Мун сразу экспант слева. То есть Мун такие моменты очень хорошо чувствует. То есть как только он оказывается в ситуации, ну, так скажем, понятной, привычной для него, начинается вот эта вот головная боль. То есть постоянно бегает, развлекает, ставит опять базы. Просто душит. Потому что мало того, что нужно здесь отбиваться, и еще нужно что-то делать с одним экспантом. Там еще один строится. Вообще не ясно, как это все контрить. Дриады норме его кокошат. На самом деле, не очень. Не очень. Но их реально очень много. 70 лимит на 50. Свиток не достал по нижним дриадкам. Придется пропить бутылек. Так. Хороший какой фокус по МГ. Тут, наверное, самый главный урон идет ядом по Мотэн Джайантам. Естественно. Хоть я тоже должен штрафоваться из-за апгрейда, типа как на героя, но... Да, здесь яд. Я не знаю, какой процент наносит яд. Вообще там 50-50. И Транквилла пошла. У-у-у-уу. Да, ГГ, 1-1. Поджал губки Ла Лайт. Сохраняется интрига. Несмотря на такое отвратительное начало. Но панда... Панда... была абсолютно ни к чему. Вот при чем здесь вообще панда? При чем здесь панда? Зачем он ее взял? Многочисленные китайские болельщики Мун Мун Старичок уже такой Там в ролике показывали Там 2004 год или 2003 Мун такой мелкий Осталась только одна игра до выхода Императора Беркуток, привет, всем чате привет Молодцы, что подтянулись Для звукоизоляции Форстахэх Я не знаю, как правильно прочитать, простите, пожалуйста Привет, стихо Полуфинал тоже сегодня? Не-не-не, сегодня играют Так же, как вчера Все матчи этой группы То есть пять Пять серий До двух побед Правильно прочитал с первого раза на удивление Это крайне странно Какой максимальный онлайн собирал Мы бы сегодня рекорд цены Крайне маловероятно А, ну, может быть, рекорд по По варику Тоже Ну, хотя нет, Император есть Мы, я думаю, сможем Вообще завтра можем поставить Если Император Пройдет в плей-офф В воскресенье Ах Да, конечно, Китай Пять часов разницы И к прайм-тайму, так скажем Адольфовскому Мы Мы уже заканчиваем Но, тем не менее Всем добрый день Ждем Смотрим Болеем У меня задача просто Посмотреть Понаслаждаться Попереживать И чтобы Чтобы мы снова Англоязычных Обогнали Серьезно, у Муна есть Какое-то особенное чувство Он как бы нащупывает Каждого игрока И играет против него А не против какой-то раз Как считаешь? Нет Нет Скорее всего, нет То есть он вряд ли вообще Индивидуально готовился К каждому У Муна Есть что-то необычное Я бы наоборот Его стиль Назвал Непосредственным То есть он Ну, понятное дело Старается И часто придумывал Какие-то вообще Безумные темы Неожиданные И Но он точно Индивидуально Не подстраивается Вот прям настолько Чтобы менять свою игру Он скорее пытается Навязывать Свою игру Он как будто С Варкрафтом играет Если Если мне удастся Донести эту мысль Чем То есть он пытается Возможности игры Использовать По максимуму Что-то выдумывать А не Подстраиваться Под оппонент Демон Хантер Демон Хантер Хорошо Хотел написать Что-то красивое С тобой не согласились Ну, я понимаю О чем он говорит Вот есть люди Которые реально Подстраиваются Пытаются подстраиваться Под оппонентов Индивидуально Хэппи, кстати, говорил Что он не тренировался Специально По-хорошему Так и надо делать То есть под каждого Из игроков Тренироваться Смотреть Изучать И готовиться Это Это правильно Это правильно Потому что у каждого Есть индивидуальные особенности Сильные и слабые стороны И которые по-хорошему Надо использовать Вот Особенно если Тебе У тебя нет такой разницы По уровню Что ты можешь Человека выиграть Без подстройки Подстройка Очень помогает Вот Но мы пока наблюдаем Что императору Подстройка-то не нужна Вроде как все знают Как он будет играть Но Толку немного Ну что Великолепное Исполнение Ладно Давайте не будем Раньше времени Императора Всуи Упоминать Да Спасибо, Росификатор Еще раз тебе спасибо Я уже думал Сейчас добьет Так Два Демон Хантера На удивление Только в третьей игре Они сошлись в героях Плащик Перчатки Сейчас Плащик Наверное даже Ну Плащик лучше Чем Манте Хотя его крайне редко На этом турнире Использовали А вот сейчас уже разница Лалая пытается выбить Так Мун видит тролля Это Арчу Явно тролли побежали Специально Выманивали Выманивала Арча За двумя тролля Двух троллей Чтоб они не мешали Крепиться Хорошая фишка Я че-то Раньше не обращал На этого То есть я знаю Что они бегают И что они ведутся На любого пробегающего Вот Но Чтобы вот так вот Осознанно Заводили Арчу Чтоб Он побежал Опять Видите Опять Опять Арча Там тролля Тролля За лесом Класс Ай-яй-яй-яй-яй Инснейр Но там нет Все равно Ну хотя там Была просветка Это Это косяк От Ла-Ла Это на самом деле Оуу Да он будет Может даже закрепит Да это очень важно Потому что 20% вампиризм Плюс 6 силы Да вампиризм же Именно в предмете Уже неоднократно Говорили об этом С 15 до 20% Увеличили Я не знаю Вообще кто Как они думали О чем они думали Повышая Самую вообще Лучшую Боевую Ну для мили По крайней мере ауру Понятно что дело Понятное дело Что они не очень универсальные Мягко говоря Барабаны в этом плане Круче Но барабаны Кстати Сравняли с Кадоевской аурой Теперь по крайней мере Не работают Две одновременно Для орков Ну там 10% Но зато на всех А то 20% Но на мили Мы на мили Но если речь идет о игре Там медведя Медведей То такая аура И без того Вот старая версия 15% Часто определяла Вообще Исход сражения При прочих равных Особенно когда Стратегия подразумевает Более-менее Пассивную игру То есть Вы выходите В приблизительно К одному и тому же моменту С одинаковым нимитом Приблизительно Одинаковыми героями И любая мелочь А это не мелочь 15% отжора Это ощутимо Решает Вот и тут Как бы кто-то Близзард говорит Хм 15 Давайте 20 По какой логике Не ясно Ладно Нага у нас Старым героем У Ла Лайта И Кипер У Муна И это тоже стандарт То есть Эти герои Да Все правильно Говорят комментаторы Нага хорошо Тебе помогает На старте Потому что Работает прямо Прямо сразу Козел Естественно Раскрывается Чем больше лимита Тем он лучше Потому что Там Приоритет идет На Ауру шипов Которая тоже Очень хороша Медведям Из-за Высокого Высокого урона Ну из-за того Что она работает Как бы на Независимо от Ну чем больше лимита Тем лучше Вот Почему не ясно По какой логике Они же патч-ноте Написали Что подгоняют ауру Под Первый уровень спылов Под какой первый уровень спылов У дредлорда 15, 30, 45 Собака Доллар Циркумфлекс Да ладно Вампиризм 20, 35, 50 Что Все Тогда извините Все Тогда Тогда я Не дочитал Патч-ноуты Эвейк Простите Потянули еще Ауру дредлорда Да не с ума сошли Дредлорд Вообще тогда дикий У него И сварм Прекрасный И слип хороший И еще ауру Подтянули А 20, 30, 50 Или 20, 35, 50 Нет Скорее всего 20, 35, 50 Раз 15 шаг Ладно Хорошо Давайте к игре Я вроде патч-ноуты читал Ну невнимательный Видимо Причем Кипер На первом уровне Ауру берет Это Довольно Странно То есть Он полагал Что до появления Медведя Ему Ну конечно У него телепорт есть Что ж Виспы уже типа готовы Но подрывник Готовится взрывать Ой На два Почему он не взорвал Он не добежал До одного из Мунвейлов Да Классно Да Чуть-чуть не дошел До верхнего Мунвейла Так мог и два Мунвейла Взорвать Хотя он был рядышком Висп Может не успел бы Там вопрос Кто начал бы Первее Демон Хантер Нанес удар Или Виспы чуть-чуть бы По Починить успели Вампиризм Кстати выпал Муну Внимание Но Сапплай блок Сапплай блок Это неприятно Не фатально Было бы Было бы критичнее Конечно Если два Мунвейла Улетело бы Нафиг Что за китайские значки Сыплывают над юнитами Промах 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 Мисс Нага очень битая Телепорт Телепорт Нагу очень конечно Не хотелось терять Потому что она Третьего уровня Уже сильно опережает Козла Телепортируется Да ему нужно время Муну нужно время Потому что Потому что Битву медведя на медведя Он будет стабильно При прочих равных Выигрывать У него и аура козла И вампиризм Повезло Лунали кому Повезло Добивает уже Последних нейтралов На карте Останется после Вот этих двух точек Только красные На которых Кстати тоже Выпадают Весьма неплохие Артефакты Может быть Имеет смысл Сейчас по-быстрому Выманить И Да-да-да-да-да Арчи там Арчи не жалко На самом деле Сейчас они Их в любом случае Надо потихонечку сдавать На них не действует Так эффективно Аура Ну только одна Действует Шипов Но Так И Выпадает Маска 4-4 Ну это Лучше 4-4 Для Демона Хантера Которое могло быть Потому что Агила Сила Это Приоритетные Статы для него Но конечно Хотелось бы Какую-нибудь Да любую Там Барабаны Андейдовскую ауру Что угодно Тауреновская Тауреновская Тоже выпадает Здесь Поэтому И Выпадает что? Ну Да Выпадает аура Барабаны Немножко Выравнивает Ну там Двадцатка А тут Десятка Но на всех Ну чуть-чуть хуже Чем Атак Аупгрейд Атак Апгрейд Игры, конечно, разноплановые, но вот первые две были, и по героям, и по стратегиям, по крайней мере, ну ладно, у Муна там, не, по стратегиям тоже приблизительно одинаково было, окей, вот, но это вообще очень близка к стандартам, прям, прям... Еще бы герой одинаковый, и совсем бы скучно было Наносит больше урона, вернется больше урона, да-да-да, есть такая тема Кипер третий, точно со второй аурой шипов Прикопка здесь особо не нужна, потому что всегда есть одна-две дриадки, и для дежурного замедления, и для диспела одна дриадка там есть И одной дриадки, в принципе, хватает для того, чтобы нейтрализовать козла Ну, такого козла с одной прикопкой, и все, то есть... Козел берется... А, и дирижабли, конечно, блин, тут могут быть такие разводы еще, дропы Ладно, посмотрим Император за кого играет? Император играет за всех нас Что за глупые вопросы, чипс? Император это андет За ледяной трон подсказывает еще, хороший ответ Еще вариант Неплохие артефакты За Нерзула, за Слау, за моего отца Вот, за моего отца, за донат За честь и отвагу За честь и отвагу это правильные альянсы, говорят Ну, и, собственно, за моего отца это тоже артасовская фраза За короля лича Ну, дальше ситуация какая Оба сидят в лимите 50 максимально для того, чтобы не тратить лишнего золота И выстраивают, выделывают апгрейды Ну, и... Так, пошел Стоп, стоп, стоп Вард пошел Артас не совсем правильный альянсовец Когда он говорил это, он был правильным Когда он... до того момента, когда он не убил отца, он был нормальным За моего отца Ну, как нормальным Ну, вот, апгрейды делаются Пошел дроп Неплохо Арба даже у козла есть У Ла Лайта мне ситуация нравится больше Потому что он умудрился поставить мунвелов на 80 лимита И сейчас ночь работает на него То есть все мунвеллы наполняются маной В случае атаки, соответственно, это... Оооо, вот это поворот Выход в МГ? Серьезно? Ооо... Я не видел, чтобы... Чтобы медведей Контрели маутон джайантами А, это фейковый выход Точно, он же делает... Он... Не-не-не, это ерунда, конечно Блин, это... Это банальщина Конечно, конечно Он показывает... Он пролетающему дирижаблю показывает, что в лорницах что-то делается При том, что у него лимит 50 Абсолютно правильно Скорее всего так МГ, конечно, могут для разводов, типа, помочь Берем дрыны, дропаемся и все Но нет, это фейк был Это был фейк Блин Как же они дурят друг... И опять, смотрите, опять заказывает Дирижабль опять возвращается И он опять отмененные апгрейды заказывает Хитер-бобер Да Да А-а-а-а Да, до них тоже дошло Блин Класс Мун не ведется Мун не ведется Красиво Не, Мун слепой не заметил Не-не-не, он заметил Он это видел два или три раза Но не повелся А вот сейчас уже не фейк Сейчас уже медведи заказаны У ла-ла Это он выходит из лимита 58 8... понеслась. Вот по таким штукам ты только начинаешь понимать, насколько высок скилл и насколько там мета игры, ну, там очень большой слой еще опыта и мыслей за картинкой, который видит, который мы наблюдаем. Молодцы. Красиво. Мун каким-то образом, я не знаю каким, тоже выходит из лимита. Как? Как? Чуйка. Ага. Я сейчас просто с открытым ртом сижу и, извините за такую подробность, и вроде как, ну, скучно, ничего не происходит, но они прям так собраны. Так, медведи, медведи выстраиваются. Мунвелл на 90 лимита, серьезно? Вот это да. Но я повторюсь, такой лейт, это очень невыгодно как раз для Ла Лайта, действительно, потому что ауры, ауры. Чем больше юнитов, тем эффективнее работают ауры. А их у Муна две. Дроп пошел. Будет разводить, будет пытаться мэйн убивать. А там уже над мэйном летает дирижабль, вы посмотрите. Да ладно, Нага полетела разводить. Димка, а, Димка в инвизе будет... Так, и... Или возвращаемся. Кто быстрее дойдет? Вопрос. Да. Дима подрезает Арчу, ненужную абсолютно. Как же Дима нарезает, вы посмотрите. Стоп. Ой, вне позиции будет, ё-моё! Но... Ла Лайт не готов. Ла Лайт не готов к этому сражению. 80 лимит на 80. Медведи с Риджувом, заранее накиданным. Но возвращается Нага, и Муну приходится сражаться рядом. О, какой форкет шикарный! На трех виспов. Ё-моё! И начинается непонятное сражение. Сзади Димка очень битый. У Ла Лайта делает Моноберн. Возможно, ему придется инвул прожать, но нет, он добегает до Мунвелла. Так, очень битым медведем у Муна. Мун каким-то макаром в этой битве... Нет, 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 нет! Ё-про Сете, а как же Ё-кну... Фух, сердечко-то. Как? Как? Ну, Мун не потратил ни одного свитка, во-первых. Потерял, кажется, одного медведя. Спас такое количество медведей. Но как он дошел до такого состояния красного, прекрасного? Блин, если бы он став не сделал в тот миг, то... Все эти пять спасенных красных медведей, скорее всего, упали на ёлку. Ох! А Димка там нарезал, нарезал, нарезал. Там один выстрел, всё, до свидания. Как же они контролят? Психи. Там опять попытка дропнуться. Нага и семь медведей. Полетело. Но Мун опять рядом. Опять невидимый демон Хантер. Я не уверен, что он сделал. Я не увидел. Медведи отъедаются на бараке. А, Дриатку просто увидели. И пошел дропчик. Дима с... Стоп, а... А, телепорт есть у Наги. Сейчас будет дроп на мейн. Сейчас будет дроп на мейн. Муну. О-о-о-о-о-о-о. Ой, опасный момент. и он не сразу начал дропаться телепортируется мун до нинс нтп блин это минус мейна муна так мун ставит базу протектор короче проблема в чем у нас нет мейна ну в смысле у муна нет мейна и у лимита кипер появился и ла-ла это третьим героем с первой аурой а ну там все равно шахта заканчивалась это не столь критично что я забыл там время такое представляете вы вылетите убивать мейна за несколько секунд до окончания шахты а мун на шаг впереди просто он делает протектор под 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 оооо два свитка против одного свитка тут уже аов насколько они впереди насколько они короче шахты закончились соответственно нужно восстанавливать добычу мейн ла-ла это проходит на экспант там уже еще две лорницы идут от ла-ла это кстати лорница это может быть опасным потому что он подстроиться снова не сможет и пошел протектор как же красиво садится лорница медведи подходят какой опасный момент и сражение неизбежное сражение стенка на стенку медведь на медведя сад от огромное количество виспов идет а где виспы у муна а где да ладно без виспов тут делать нечего потому что хотя нет и там но там нет там там есть свиток свиток прочитали 1 свиток прочитали 2 остался только один медведи стоят у муна хорошо козел четвертый но это неважно козла бьют демон хантер очень битый демон хантер став став красиво 56 лимит на 53 лимиты близкие очень очень битый герой у муну он он прячет их и ла-лайт отступает ёпырес это пытается подрезать медведя да там 5 димка у муна и лимита у него больше все-таки луналики и затаскивает да но муну нужно отступать просто потому что у него мун вэл на базе он отдаст соответственно там протектор и про и и все 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 да и там минус 2 лорница вот что важно то есть мун может спокойно отступать зная что восстановить лимит ла-лайт нормально не может в ближайшее время ему нужно по крайней мере одну лорницу восстанавливать иначе он останется вообще без без нормального продакшен все мун сейчас спокойно возвращается и навязывает здесь сражение да виспов не было у муна вообще то есть никак не не снять лисорис говорит жена уехала закупился вкусняшками спасибо миша за свободное разговение я даже не понимаю что значит это слово спасибо спасибо михаил сейчас кстати может быть минус экспант умуна да да ему нужно забивать на него и идти убивать эксп вражеский не то что многие подумали ну да да там виспы минус экспант минус слушайте а это может быть не изи для муна у него меньше зданий понимаете у него меньше зданий оооо пошел сразу мун лорницей выгрызать лес ой 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 какая игра валидольная еще две лорницы убегают понимая что скорее всего это 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 бейстрейд до лорницу восстанавливает на толку можно кстати эту лорницу отменить ну лучше сделать мэйн чем чем лорницу это ошибка до ла лайт не можете сражаться все правильно говорят комментаторы в лоб но сейчас мун должен его типа гнать до мэйна и навязывать там сражение а ла ла это нужно всячески избегать там еще димка 5 ох монобёрт хороший мог быть если б не дирижабль разговение это прием скромной пищи в первый раз после поставки блин как же как же мне стыдно после после такого все михаил лисецкий одной фразой показал что спасибо михаил начинается сражение и конечно медведя тут явно не хватает улала это он пытается козла убить но там есть и падает демон улала это господи мун все-таки выигрывает да хотя козел бит или улала это улала это ггпш лала это он побеждает вот это да Старичок-то еще умеет, могет. Хотя началось все не очень хорошо. Ну, друзья, совсем скоро будет император. Готовьтесь, готовьтесь к зрелищу. Готовьтесь болеть, передавать энергию. Хотя энергия... Ну, хотя бы жухать можно, конечно. А мне нужно для челленджа говорить «Победа изи, собака дуга».